В 2022 году доходная часть областного бюджета увеличится почти на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Общий объем доходов составит более 83 миллиардов рублей. Расходов более 89 миллиардов рублей. За счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по созданию и модернизации объектов инфраструктуры, индустриальных парков в сумме почти 540 миллионов рублей. Здесь, конечно, большая заслуга инвестиционного блока с тем, что мы затраты, которые понесли на создание инфраструктуры, смогли возместить в этом году. На развитие ЖКХ и строительства планируется отправить 273 миллиона рублей, из которых 148 миллионов на сферу теплоснабжения, 68 миллионов на водоснабжение. Это предоставление областным государственным казенным предприятиям субсидиям в целях возмещения затрат, связанных с теплоснабжением, 148 миллионов рублей, в том числе и погашение задолженности за потребленный природный газ по соглашению, 75 миллионов рублей, и погашение просроченной задолженности. На развитие здравоохранения направят более 164 миллионов рублей, из которых 35 миллионов на дополнительное лекарственное обеспечение льготников, 43,4 миллиона на оснащение больниц и поликлиник медицинскими изделиями для реабилитации взрослых и детей. На сферу образования выделено 260 миллионов рублей. Из них 60 миллионов пойдет на обеспечение бесплатным питанием школьников. На компенсацию родительской платы за детсады 50 миллионов рублей. 20 миллионов рублей направят на ликвидацию свалок в рамках софинансирования проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Мы приступаем к работам по ликвидации объекта накопленного экологического вреда. Это закрытый полигон вблизи поселка Красный Яр. Общий объем финансирования проекта порядка 400 миллионов рублей. Федеральные средства федерального бюджета в текущем году будут доведены в размере 180 миллионов рублей. На спорт направят более 61 миллиона рублей, из которых 9 миллионов на социальные выплаты спортсменам и тренерам за особые выдающиеся достижения. Еще 36,5 миллионов рублей в 2022 году будет направлено на работу областных государственных учреждений социального обслуживания. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.